Всем большой приветик, всем доброе утро. Я вышла на пробежку, сейчас 6 часов утра. Но несмотря на то, что рано, в лесу очень много народу, сейчас с собаками гуляют и бегают очень много. Сейчас тепло на улице, вчера было прохладнее, у меня даже вчера руки замерзли при прогулке в лесу, а сейчас очень тепло. Я вообще проснулась, мне вообще сегодня очень жарко, и я предполагаю, что день будет очень жарким, и мне это нравится. Я думаю, что наконец-то пришло лето к нашим краям, так что я сейчас побегу, и увидимся уже немного позже. Я опять встретила Белочку, она, кстати, на этом месте постоянно. Вон она на дереве, видите, да? Такая маленькая, крохотная и очень юркая. Да, моя киса, боится она, боится, убежала. Бежала, она на этом дереве, а вот она, постоянно прыгает. Все, убежала она в заросли. Я после пробежки, чтобы еще увеличить немного нагрузку, прохожу до 9 этажа до своей квартиры, пешочком, не на лифте. Я заметила, кстати, что и одышки становятся меньше, я уже более спокойно поднимаюсь на 9 этаж. Раньше-то я вообще просто умирала от одышки. Все, мой этаж. Мы сейчас собираемся с Левкой прогуляться. Левыч, ты готов прогуляться? Готов к прогулочке? Сейчас мы вот этот вот ошейничек тебе наденем. Как это называется? Поводок. Да, изучает. Сейчас пойдем прогуляемся, потому что у нас на улице хорошая погода, вообще суперская, только единственное, что возможен дождь. Так что пока нет, мы сейчас с Левкой выгулимся. Но он в этот раз вроде не сильно орет, хотя ему очень не нравится в этой переноске, я его еле туда затолкнула. Да, Масика, ну сейчас мы, сейчас мы в травке погуляем. Левыч, давай выходи, выходи, Масик. Ползком, ползком, Левыч, да? А, машинка едет. Машинка едет. О, машинка едет. Ну, я-я-я, мы не боимся. Так, он уже более осмелел, уже не ползком пробирается, чуть-чуть приподнимается уже. Что-то там услышал. Там еще птички у нас поют, вот здесь такая роща березовая. И, наверное, он услышал птичку. Его это заинтересовало. Тянет его всегда в какие-то норы, в какие-то закоулки, в высокую траву. Что, тебя пугают? Пугают лай собак. Да, а, собачки там на стройке, они чувствуют, что кошечка рядом. Ой-ой-ой, они здесь. Нам пришлось поменять место прогулки. Сейчас мы вот на таком газончике под окнами нашего дома гуляем. Тут вроде бы все спокойно, нету никаких собак. Мы вот гуляли, сейчас покажу, вот там вот. И там у нас приключилась ситуация, когда выпустили собак, и они начали лаять, и начали в Левкину сторону смотреть, бегать, в общем. И я испугалась, взяла быстро Левку, быстро в переноску и побежала сюда. Тут, кстати, даже машины не проезжают, то есть они проезжают вот с той стороны, а с этой стороны никто не едет, никто не ходит. В общем, Левке спокойно, он тут ест травку. Единственное, что, конечно, ему не очень комфортно, потому что нету высокой травы, потому что тут косили вчера. Ну уж как есть, Левкин, гуляем так. У него сейчас проснулся интерес, он все исследует, смотрит. Наблюдает за всем. Левоч, Левоч, сюда не надо, не надо, мой дорогой. Только смотри, да. Да, давай, спускайся. Да, молодец, молодец. Что-то у него в стене. А, ну, наверное, все-таки запахи, запахи. Какой-то запах чуил. Мы уже вернулись домой. Левчик у меня обошел сначала всю квартиру, понюхал углы, потому что он, видимо, на улице нанюхался всяких запахов, а теперь он решил полежать, отдохнуть. Да, Левочка, тебе понравилось гулять? Понравилось, конечно. Так, у нас сейчас погода, я даже не знаю, непонятно что, как-то посмурнела на улице. Я снова сейчас пойду на улицу. Мне нужно зайти в пару магазинчиков. Во-первых, сметанки для Левки купить, потому что она у него закончилась. Он сегодня утром не получил порции утренней еды. А, во-вторых, я хочу купить полотенца, потому что старые у нас уже износились. Пока дождика нет, надо успеть. Кота я выгулила, теперь выгуливаю себя. Я иду, как обычно, в магазинчик за мороженкой, за моей любимой. Солнышко, кстати, очень сильно печет, и я подозреваю, что скоро все-таки будет дождик, но я на всякий случай взяла зонтик, потому что если ты живешь под Питером или в Питере, то ты должен быть готов к любой погоде, потому что за день она сменяется вообще очень-очень много раз. А я, кстати, сегодня голову вообще не мыла, у меня сохранились кудряшки, как ни странно. Я знаю, что многие меня просят, просили снять видео по поводу того, как я укладываю свои волосы. Я обязательно это сделаю. В ближайшее время сниму, выложу, там, может, через недельку, через две. Обязательно обещаю. Блин, очень жарко, просто очень. Надо раздеться. Нашла здесь полотенце махровое, но тут меня смутил состав стопроцентной ПК. Что такое ПК? Я даже не знаю, поэтому я не рискну это покупать. Я так и не узнала, что значит составить стопроцентный ПК. Ни один из продавцов мне вообще не мог это разъяснить. Они сделали удивленные глаза и сказали, а мы не знаем. Но я не стала брать эти полотенца. Я подозреваю, такая у меня есть догадка, что стопроцентный ПК – это стопроцентный полиэстер. Но эта догадка всего лишь процентов на 50. На самом деле продавцы-то должны знать, что они продают, и как-то ориентироваться в составах, там, не знаю, в этикетках. Поразительно вообще. Я всегда прохожу мимо и забываю вам показать. Вот здесь вот у нас, кстати, пожарная часть. Во все Воложске. Здесь показывается, сколько градусов. Так, дата. И сколько градусов. В общем, у нас сейчас 30 градусов, если верить этому табло. Здесь рядом с дорогой я нашла вот такую вот красоту. Вы посмотрите. Елочки, деревья. Такая небольшая аллейка. Здесь так круто, так здорово гулять. Прямо как мини-лес. Красота просто неописуемая. Здесь очень спокойно, умиротворенно. Я даже не удивлюсь, если я здесь встречу какую-нибудь белочку. У нас по прогнозу сегодня обещали 24 градуса, но судя по такой жаре, видимо, табло на пожарной части не врет. Реально 30 градусов чувствуется. Очень жарко я уже. Сняла даже кофточку. Я зашла в другой магазин. Тут вроде выбора уже побольше полотенец. И, как я вижу, тут хлопковые полотенца есть. В общем, буду сейчас выбирать их. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я вовремя домой возвращаюсь, потому что смотрите, там какая туча идёт, и она идёт к нам, и будет точно дождь. Так что побегу-ка я быстрее домой. Я уже дома, и у нас гроза. Вот эта вот большая туча грозовая надвигается прямо на нас. Уже был гром, молния, и вот вдалеке вот там вот видно у кого-то, что идёт дождь. Вот гром. Гром гремит сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok